И по твоей, типа, лужайке бегают мамонты, а ты сидишь и ждешь, пока взрастет зерно, которое может как бы еще пару лет расти. То есть я не рассматриваю это просто стоимость объекта, что с ним будет через 100 лет. Не важно, что с ним будет через 30 лет. Человек просто сидит, и у него один, блин, вопрос. Мне покупать эту квартиру или нет? На самом деле цена там завышена как минимум в два раза. Но она была еще завышена давно. То есть если по такой логике считать, то мы никогда в этой формуле не двигались. Все правильно говоришь, но не согласен с тобой. Я умываю руки, я ничего предложить не могу. Друзья, добрый день. На связи Максим Петров. Рад приветствовать вас на канале MaxCapital, на котором мы развиваем инвесторское мышление. И говорим о том, как инвестировать в эти непростые времена. Сегодня у нас необычный формат. Я думаю, будет приятно для всех подписчиков. Много у нас идет просмотра в видео, касающихся недвижимости. Очень много аргументов приводится в комментариях относительно того, что моя позиция не совсем правильная. Это достаточно доходно, это надежно. Поэтому решили поменять формат нашего общения. Пригласили Артема, который у нас будет оставить позицию по поводу недвижимости. Свои аргументы. Я, соответственно, буду приводить свои аргументы. И здесь не в том цель стоит, чтобы переубедить кого-то в чем-то, а в том, чтобы получить некие такие оценки за и против, чтобы у вас была возможность выбора. Артем, приветствую. Спасибо, что пришел. Привет, Максим. Мы будем говорить о том, за и против, в ограниченный промежуток времени относительно определенного тезиса. Но я могу высказать свое мнение по поводу своего жилья. На самом деле, вот в наше время, в период шеринга, очень популярно, типа, не покупать свое жилье. Можно, в принципе, постоянно его снимать. У меня такое двоякое в этом плане мнение. Я, если бы был один, и выбор бы стоял бы только на мне, я мог бы, на самом деле, и не покупать свое жилье, арендовать. Нам, мужчинам, как бы вообще без проблем, нету никаких переживаний и эмоций. Меня в этом плане немножко компенсирует моя женщина, которая хочет свое гнездо, свое место, где она будет все там раскладывать и иметь понимание, что это полностью ее недвижимость. Поэтому, в моем случае, я бы, если бы принимал решение самостоятельно, я бы эти деньги не морозил в недвижке. Но так как мне очень важна безопасность моей второй половинки и моей семьи, а для нее важно свое жилье, я вот с удовольствием покупаю объект недвижимости для жилья и комфорта моей супруги. То есть сейчас недвижимость собственности своей живете? Мы сейчас как раз таки арендуем, но в процессе приобретения своего жилья. На самом деле, это ключевой момент, который аргументируют люди покупку недвижимости. В большинстве своем, как я это вижу лично у себя, идет некое такое прикрытие. И действительно у нас есть со стороны женщин, что нужно иметь свое гнездо. Я хочу иметь право поменять собственные занавески и не согласовывать это ни с кем и ни с чем. Но почему лично я выбираю недвижимость, все-таки аренду? Здесь есть несколько причин для этого. Первая причина заключается в том, это мобильность. Мобильность связана с тем, что в любой момент можно поменять. Это первый момент. Был ковид, уехали на юг. На юге сняли, арендовали, стабилизировалась ситуация, вернулись в Москву. Не захотели возвращаться в квартиру, сняли непосредственно дом. Соответственно, это мобильность раз. Мобильность передмещения, мобильность выбора региона, в котором жить. Потому что сейчас у нас ситуация нестабильная. В любом случае, когда происходит покупка недвижимости, привязан к определенному региону, к определенному уровню жизни. И это привязывается с учетом стоимости недвижимости, которую мы получаем. Окупаемость достаточно длительная. Денежные средства замораживаются и меняется мобильность. Для меня также важна мобильность в свете получения образования, которое я даю детям. Если у меня будет необходимость, я не знаю, эмигрировать или эмигрировать в какое-либо учебное заведение, которое позволяет дать достойное образование детям, я, соответственно, достаточно легко могу это сделать. Специфика российского рынка недвижимости такова, что у нас отношение цен недвижимости к годовой ставке аренды значительно завышено. То есть, если мы берем общую стоимость недвижимости, деленную на годовую ставку аренды, по Москве этот показатель, наверное, находится на уровне 25-35 лет. Срок окупаемости, назовем это так, что предполагает доходность в районе 3-4%. И, помимо всего прочего, когда мы говорим о каких-то престижной недвижимости, дорогостоящей недвижимости, то в этом случае эти показатели падают, вернее, увеличиваются до 60 лет. То есть, в настоящий момент я живу в доме стоимостью порядка 350-370 миллионов рублей, при том, что ставка аренды в месяц порядка 400 тысяч рублей. Я считаю, что это замороженные деньги. Я понимаю, что мне достаточно знаний более эффективно приумножить денежные средства, и поэтому я использую это как бы себе во благо, во благо своей собственной семьи. Поэтому с позиции покупки недвижимости для того, чтобы жить, наоборот, меня это связывает очень существенно. Это очень неэффективное распределение денежных средств. Всем, в принципе, большинство моих наставников, с кем я работаю, состоятельные люди, чьими капиталами я управляю, они смотрят в направлении именно аренды. Потому что соотношение цены аренды к общей стоимости владения, особенно в России, да, они очень-очень высокие, неэффективные, и поэтому я за то, чтобы все-таки недвижимость арендовать, нежели чем покупать собственность. Я еще пометочку важную выскажу. Мы покупаем объект недвижимости не за кэш. Это вообще, я считаю, нерационально. Я согласен, что есть инструменты, которые там приносят намного больше доходности. И используем ипотечное плечо. И вот в этом случае как раз-таки вот мой внутренний финансовый, там, грамотный человек, и там человек, который там не хочет расточительствовать, да, они постоянно спорят между собой. И вот я этот вопрос решаю ипотекой, потому что это дешевые деньги, то, о чем ты говоришь. Это деньги, которые можно не замораживать, можно инвестировать в другие проекты. Но по истечению времени, с учетом инфляции, с учетом обесценивания, у тебя в любом случае появляется некий объект, который на долгосроке в цене повышается. Согласен, что есть момент как бы привязки к местности, но мне 32 года сейчас, я до 32 лет как бы искал, условно, там, место, где я хочу жить, там, объездил кучу стран, понял, какой город для меня идеальный. И в моем случае Москва – это шикарный город, и я понимаю районы, там, где есть и хорошие школы, хорошие там садики. И вот только тогда я принимаю решение, что я оставляю свою некую ячейку, некую привязку к конкретному городу. Но еще я бы, у меня позиция такая, что хочется иметь и обрастать квадратными метрами, в том числе и в других странах, в других городах, и как бы вопрос не... То есть мне хочется привязаться к пяти столицам мира. И вот Москва – одна из таких вот столиц. Поэтому я за приобретение недвижимости через ипотечное плечо, и мы это делаем. Моя практика показывает, что вообще, когда мы рассматриваем инвестиционные инструменты, проблемы в большинстве своем таятся не в том, какую доходность ты получаешь, проблема таятся в том, что не оцениваются риски. Как я часто люблю повторять, если вы не видите риск, это не значит, что его нет. Это значит, что вы просто его не видите, и это двойная опасность. То есть нет варианта B, как реагировать на это. А если недвижимость не вырастет? На историю смотреть. То есть, ну, исторически... Я не говорю сейчас про дома твоей весовой категории, потому что Олег Тиньков тоже арендует свой большой дом. Но это категория больших домов, которые стоят, сколько ты сказал, 150 миллионов? 350. 350 миллионов. Ну, такая это реально не очень рациональная недвижимость. Но, допустим, в диапазоне там 80-60 миллионов, как бы это не масс-маркет, это уже более такое премиальное городское жилье. История показывает, что они в цене, ну, особо, может быть, и не растут иксами, но точно обгоняют инфляцию. Исторический период можно рассматривать к странам. Опять-таки, временной период, который берется. То есть, долгосрочные тренды, если мы смотрим, допустим, в 50-60 лет, это касается исследований не только по российскому рынку, это касается исследований, в принципе, глобальных. То недвижимость, она практически, ну, растет на уровне инфляции. При этом, как правило, процентные ставки, они выше инфляции. Сейчас не вопрос спора, да, то есть вопрос выбора, который люди решают для себя. Исторический промежуток времени, на который смотрим, мы смотрим в России в новую историю. Почему я говорю про иррациональный оптимизм? Есть так называемая петля позитивного подтверждения. Человек покупает недвижимость, недвижимость вырастает в цене на уровень инфляции, соответственно, он говорит, окей, у меня это выросло, покупаю еще недвижимость. Да, и то есть это так называемое позитивное подтверждение на уровне нейронного цикла, когда человек просто видит постоянное подтверждение, и он не сталкивается в своей историческом промежутке времени. То есть, если мы говорим о тебе в твоем возрасте 30 лет, осознанный возраст, значит, опыт, который у нас есть, минус 15 лет. То есть, за 15 лет можно посмотреть, что недвижимость всегда росла. Но если мы сделаем 115 лет, то мы увидим, что там была и Первая мировая война, и Вторая мировая война, и, в принципе, у нас смена всего произошла. Если накладывать этот исторический период в 115 лет, мы видели периоды, когда недвижимость падала в цене и не обеспечивала той самой нормы доходности, которая бывает. И поэтому вопрос инвестиционных горизонтов, на какие мы смотрим. Петля позитивной связи у нас идет на достаточно короткий горизонт времени, который мы оцениваем. Вспомнить игру на понижение, если помнишь, когда как раз-таки Майкл Бьюри говорит, цены на недвижимость выросли, а доходы населения не растут. Значит, недвижимость – это не актив, а это пассив. И вопрос, когда этот пузырь взорвется, вопрос времени. Причем ему пришлось полтора года ждать, когда это произошло. Выходит, мы теряем миллионы, пока не случится то, что еще никогда не случалось. Примерно. Да, я здесь соглашусь, чтобы зрители тоже понимали нас. Я разделяю инвестиционную недвижимость и недвижимость для жилья. Если мы сейчас говорим, например, про личное жилье, здесь немножко другие правила играют, потому что с точки зрения инвестиций я соглашусь. Максим, но я не соглашусь про долгосрочный горизонт в 100-150 лет. По большому счету никому не важно, что будет. Мне, например, я не знаю, что будет через 150 лет, и мне особо и не важно, что будет с моим объектом. Я захожу через ипотечное плечо на 30 лет, и моя задача – рационально использовать эти деньги, которые я мог бы, например, заморозить либо в объект недвижимости, либо за счет ипотечного плеча, не замораживать их, а постоянно обгонять инфляцию. И через 30 лет мой объект с высокой долей вероятности будет стоить дороже, чем когда я его брал. Даже если он будет стоить так же, я просто бесплатно воспользовался плечом, и эти деньги я умею инвестировать в других инструментах, в той же недвижимости коммерческой и так далее. И я заработаю больше, нежели там, да, там… То есть я не рассматриваю это просто стоимость объекта, что с ним будет через 100 лет. Мне важно, что с ним будет через 30 лет. Поэтому мыслить горизонтами 150 как-то не по мне. Использовать леверидж, просто платеж по ипотеке, который когда-нибудь в будущем, может быть, через 30 лет окупится, все равно уменьшает качество жизни. Одно дело, когда я живу в недвижимости стоимостью 50-60 миллионов, и другое дело, когда я живу в недвижимости стоимостью 200-250 миллионов. Денежный поток для меня сопоставим. Но кто-то может сказать, в первом случае, когда ипотека, ты платишь за свое, во втором случае ты платишь какому-то чужому дяде. В моей картине мира я плачу дяде за то, чтобы иметь недвижимость по качеству жизни в два раза лучше, чем я буду платить за свое. Когда мы уезжали из Москвы, мы снимали квартиру Новодальцова 46. Метраж квартиры составлял 196 квадратных метров, четырехкомнатная квартира. При этом стоимость недвижимости ЦАН показывала 480 тысяч за квадратный метр. Мы снимали ее за 130 тысяч рублей в месяц. И что не устраивало? То есть, ну, типа 130 тысяч рублей? Если ее взять в ипотеку, из которых я 10 миллионов заплачу первоначальный взнос, а 90 миллионов возьму в ипотеку на 30 лет. Сколько мне будет ипотека на 90 миллионов рублей, чтобы арендовать? Ну, не самый удачный, наверное. Почему? Это мой конкретный пример. Сейчас смотрим пример. 350 миллионов стоит дом, за который я плачу 400 тысяч рублей в месяц. И как ты думаешь, какой объект недвижимости ты сможешь через ипотечное плечо оплачивать те же там 400 тысяч рублей? Ну, то есть, как бы, это... В Москве можно взять очень хорошую трешку с офигенным ремонтом, ну, типа, и платить 350 тысяч, 300 тысяч даже. Трешка в Москве за 350 тысяч рублей. Я живу на Новой Риге в 800 километрах прямо от Нового Огарева, резиденция президента. Площадь 650 квадратных метров с тремя этажами, с, собственно, закрытой территорией, системой пропусков. Я могу просто здесь конкретно... У меня одна специализация – загородная недвижка. Мы делаем дома небольшие, одноэтажные, ни двух, ни трехэтажные, потому что тренд уже на это ушел. И сейчас, на самом деле, в рынке очень много крутых домов. В чеке там 100 миллионов рублей. Тоже с первоначальным взносом там 15-20%, даже можно 15%. Есть от двух детей льготная ипотека под 6,5% на загородную недвижимость. Какой лимит по ипотеке при этом? 20 миллионов, 30 миллионов. 20 миллионов. Окей, нет, окей. Это льготная. Реально предлагаешь? Я сейчас просто представляю картину маслом. Я прихожу к жене и говорю, слушай, я встретился с Артемом, он мне предлагает купить дом площадь 200 квадратных метров. Мы сейчас с четырьмя детьми уедем, будем в ипотеку платить. Но она просто меня как бы не поймет элементарно. Нет, вопрос как бы, чего хочет, если у вас внутри есть ощущение, что нормально вот так вот снимать постоянно без своего жилья, как бы, может быть. Но мне кажется, там, любой человек хочет рано или поздно прийти к своим квадратным метрам и иметь их в собственность. И твой аргумент о том, что, как бы, вы сейчас снимаете за 400 тысяч рублей то, что вы не сможете купить, как бы, да, то есть, ну, за нормальную сумму, но ты просто рынок не изучал. Я тебе говорю, что можно за 100, за 150 миллионов купить примерно такого же уровня дом, как у тебя, тоже на Новой Риге. Сейчас реально крутые дома современные могут стоить 100 миллионов рублей и качество не хуже будет. Это я к вопросу того, что на самом деле вот рассчитать таким образом, чтобы оплачивать те же 200-300 тысяч рублей, пусть будет, на выплату своего дома, но уровень будет тоже... Мы опять сейчас должны о цифрах говорить. Если мы берем 15 миллионов, я должен первоначальный взнос вложить в любом случае, 85 миллионов должен взять в кредит. 85 миллионов даже под 6 процентов, это сколько ипотека будет на 30 лет ежемесячный платеж? Не скажу сейчас тебе на скидку, но, типа, меньше, чем ты сейчас платишь однозначно, то есть меньше 400 тысяч. Надо посчитать, но опять эта площадь будет 650 квадратов, и это будет 10-12 километров от Кокада, то есть, чтобы меня это так же... Ну, надо смотреть, но однозначно в твоей весовой категории можно найти. У меня вопрос на основании того, что ты говоришь, долгосрочное, краткосрочное инвестирование у тебя, да, то есть, и долгосрочно у тебя на 100 лет. Вот мне интересно, какие инструменты ты рассматриваешь с точки зрения инвестиций, если ты, как бы, как я понял, не за недвижимость, какие инструменты могут дать такую же... Я не сказал, что я не за недвижимость, я сказал, что я не за жилую недвижимость. Если говорить про недвижимость, я за недвижимость, но сельскохозяйственная, например. То есть, когда мы говорим... Здесь вопрос понятия, что такое инвестиции. Вот для меня инвестиция – это вложение в объект предпринимательской деятельности с целью получения прибавочной стоимости. Поэтому, когда я рассматриваю объект, какой-либо для вложения, будь то недвижимость, будь то валюта, будь то облигация, акция, я всегда прогоняю через фильтр. Это объект предпринимательской деятельности или нет? Для меня недвижимость – это не объект предпринимательской деятельности, где создается валюта, где создается прибавочная стоимость. Но если я, допустим, купил землю сельхозназначения, на которой производится пшеница, выращивается, то для меня это как бизнес. Я могу купить акцию Росагра. То есть вместо того, чтобы, допустим, покупать самостоятельно сельхозземлю, я лучше посмотрю компанию, которая на этой сельхозземле что-то производит. То есть в твоем портфеле недвижимости нет вообще? Есть. Какая? Где ты выращиваешь что-то? Ну, не выращиваюсь, даю в аренду просто. Ну, просто у меня порог входа цены, то есть порог входа у меня был. У меня цена входа была за гектар 80 рублей. У меня в портфеле недвижимость занимает 30, в некоторые времена 40% всего портфеля. Например, сейчас. Я очень долгое время инвестировал в фондовый рынок. Весь 19-й год мы хорошо заработали на IPO. 20-й год мы хорошо заработали на постпандемийном этом росте. 21-й, ты сам все это видел прекрасно. Потом начался 22-й. Мы первые полугодия смотрели, что происходит на рынках. Мы поспекулировали, позарабатывали на крипте. И вот сейчас просто я понимаю, что если мы говорим про инвестирование в моменте, понятно, что есть долгосрочные инвестиции, где ты вложил и забыл. На фондовом рынке у меня тоже портфель фондового есть долгосрочный. Но мне как активному, так скажем, инвестору важно, где я могу заработать здесь и сейчас. И, например, недвижимость сейчас, на мой взгляд, единственный способ, где можно быстро заработать. Я сейчас говорю про спекулятивные действия. Не долго срок, там, горизонт, там, 30-40-50 лет. А здесь и сейчас. Вот мы сейчас, там, да, рассматриваем загородную недвижку. Просто, там, покупаем участок с коробкой, доделываем там ремонт и продаем через ипотеку, как готовый дом. Да, то есть, ну, заезжай, как бы, просто живи. То же самое мы делаем с жилой недвижимостью в рамках, там, Москвы. Покупая большие площади, делим их на части, строим небольшие апарт-объекты и продаем или просто это сдаем. То есть, для меня, как бы, недвижимость сейчас это единственный способ, как можно, там, зарабатывать, поспекулировать в моменте. Поэтому у меня, как бы, здесь, ну, вопрос, типа, почему в твоем портфеле только земля? Почему ты не используешь, там, объекты коммерческой, либо жилой, вот такой, вот, активной недвижимости, где можно поспекулировать? Хороший вопрос, ответ на нем может находиться в плоскости. Есть вообще две философии по жизни, да, то есть, есть, ты можешь быть фермером, можешь быть охотником. Философия охотника заключается в следующем. То есть, как правило, это такой поджарый мужчина, да, который выбегает в чистое поле, в лес, в джунгли с копьем, и ему нужно завалить мамонта. То есть, все хорошо, все нормально, он побежал в джунгли, завалил мамонта, притащил его на себе в деревню, сказал, Жена, разделывай, ешь, все сыты, здоровы, от пуза наедены, но через две недели этому человеку нужно снова бежать, чтобы забить мамонта. И чем старше он становится, тем большие риски он начинает принимать на себя. Естественно, с опытом он приобретает, становится более опытным охотником, но потом, со временем, вот эти вот человеческий капитал, да, то есть, меньше скорость, меньше внимания, меньше реакции, соответственно, начинает увеличиваться рисковая составляющая. И здесь просто разница в философии. То есть, если у тебя стоит задача заработать здесь и сейчас, это философия охотника. Я пошел, добыл, принес, наелся, через две недели снова пойду. Но при этом, по мере роста семьи, детей в семье, соответственно, начинают расти риски, что самого охотника не станет. И в один прекрасный момент, ну, бивень мамонта прилетит куда-то не туда. Когда это произойдет, никто не знает. Это неконтролируемый, неуправляемый риск. У фермера у него другая философия. Он распахивает поле, сажает на него, и как Баффетт говорит, да, то есть, бессмысленно ожидать, что вы родите ребенка через один месяц, даже если сделаете беременными девять женщин. Но это требуется время. Но при этом, получается, когда мы говорим о философии, со временем, если идет такого рода долгосрочная инвестиция, а не спекуляция, чем больше сад сажают, тем больше плодов, тем больше земли я могу еще возделать, тем больше у меня увеличивается. И этот сад, и эти наделы я могу передать своим детям по наследству, и они у них сохранятся. В случае с охотником, ему нужно будет выращивать новых охотников, которые каждый раз будут подвергаться риску. И поэтому здесь это не хорошо и не плохо. Каждый выбирает свою философию. Кто-то живет по философии охотников, кто-то уже выбирает философию фермеров. Я выбираю второй вариант. Я не выбираю недвижимость, только акции или только облигации. Я выбираю всего по чуть-чуть. Но опять-таки, для меня ключевым моментом является, как фермер, если я даже покупаю недвижимость, я ее покупаю не с целью того, чтобы сегодня за 10 миллионов купить, а завтра за 15 перепродать. Потому что это как с тем же самым мамонтом. Мы не понимаем, какие риски. Ты апартаменты купил, тебе отнесли это к коммерческой недвижимости, повысили ставку, пересчитали по кадастровой стоимости, увеличили ставку налога, и еще куча МСС-ограничения наложили пожарными. И ты получил такой геморрой? Слушай, а вот если говорить на фермерском языке, я все-таки человек из Молдавии, я знаю, что такое ферма, как работать в полях, бывает года, когда нет урожая. И сейчас у нас такой период, что ближайший год, а может быть и больше, вот урожай, который мы посадили в виде фондового рынка, насколько я понимаю, это основной твой пассивной инструмент, так скажем. Там, не знаю, крипта, не крипта, не крипта, но фондовый рынок, смотри, у тебя одно зерно. И как бы земля сейчас для этого зерна максимально неплодотворна. И то есть как бы и по твоей, типа, лужайке бегают, мамонты, а ты сидишь и ждешь, пока взрастет зерно, которое может как бы еще пару лет расти. У меня вопрос, я понимаю, о чем ты говоришь в плане риск профиля с точки зрения возраста, но все равно ты недостаточно еще такой взрослый, как Уоррен Баффет, аудитория наверняка у тебя молодая. И мне кажется, им интересно, вот как, имея грядку, высадив вот эти вот зерна, не упускать еще и мамонтов. Ведь можно, пока это прорастает, расходится. Я объясню, в чем суть, потому что у нас вообще ментальность, ментальность инвесторов на территории России, есть замечательная книжка, «Как создавались великие богатства частных лиц в России», издание 1864 года, по-моему. И там как раз таки описывается, каким образом создавались богатства, начиная там с князей на Руси, заканчивая крупными промышленными семьями, демидом и прочим. В России всегда богатство ассоциировалось с землей, с недвижимостью. То есть кто на становился богатый человек? Какой-то приближенный, который был к императору, получал на деле, у деятельных крестьян, и после того, как произошла отмена крепостного права в 1861 году, у нас появилось, что большое количество людей из села перешли в города, и реформа Столыпинская, и потом индустриализация в Советском Союзе. И получается, когда люди приезжали в город, для них вот ключевым было иметь свой уголок, иметь свой угол, да, то есть и для нас получается вот этот вот критерий иметь свою недвижимость, он просто как бы в генах находится. Аргументы какие-либо приводить там разумные здесь не приводится, у женщин особенно, мы уже про это поговорили в самом начале. И здесь получается, что мы на самом деле не то, что спорим. Я говорю о диверсификации, ты говоришь о диверсификации. И речь заключается в очень простой вещи. В России, как я это вижу, есть адепты, есть иррациональный оптимизм, есть позитивное подтверждение неправильного суждения математического, да, то есть это когда человек там подбрасывает монетку 10 раз, и 10 раз подряд выпадает орел. Он считает, что и в 11 раз выпадает орел, да, то есть это негативное подтверждение. При этом каждый раз это новая вероятность развития событий. И про недвижимость, когда мы говорим, и мои аргументы заключаются в том, что цены высокие по сравнению с теми доходами, которые есть у населения. Можно получать более высокую норму прибыли, но когда мы говорим о более высокой норме прибыли, и в принципе ты это подтвердишь, этим нужно заниматься. Эту площадь нужно покупать, ее нужно делить, ее нужно ремонтировать, ее нужно изменения определенные вносить. Это ты на ваших от и за мамонтом. Вот это действие. Это бизнес, это бизнес, где ты ходишь и бегаешь, охотишься за мамонтом. А вот что тогда... В случае, опять-таки, минимальный чек вхождения какой? 50 тысяч рублей. 50 тысяч рублей, но это опять не 50 тысяч рублей. В недвижимость 50 тысяч не зайдешь, это какой-нибудь краудфандинг, это объединение. Это у нас есть объединение, да? И здесь у нас возникает вопрос инфраструктурных рисков. То есть, да, я вложился, да, каким образом это подтверждено, что это непосредственно произойдет. Но в принципе в объект недвижимости, вхождение, да, если краудфандинг, если бы ты создал ООО или ОАО, в котором бы я имел долю как акционер, а не то, что это какой-то краудфандинг, ребят, мы объединяем, а вот мы со стороны управляющей компании, которая этим управляет, заработаем, прибыль побелили 50 на 50, а не заработали, ну извините, ваши риски. Но я пока что голосую против такого рода схемы, потому что считаю в этом высокие риски. А в чем риск, если сравнивать, например, с тем же фондовым рынком? Вот, например, давай вернемся к твоей грядке. Вот, окей, это мамонт, мы поняли, что такое мамонт. Что такое тогда грядка? Вот какие инструменты, типа, не нужно будет ходить там и стать? Это земля, да, на этой земле, соответственно, есть плачок, где есть петрушка, где есть помидоры, где есть пшеница, где есть плодовые деревья, где есть картошка, где есть ферма, которая кормит кукурузом, и там выращивается условно, там, я не знаю, крупный рогатый скот, да, то есть это получается ферма, полноценная ферма, да, урожая может быть, может не быть, но что-то все равно выстрелит. Это первый момент. Во-вторых, порог входа. А инструменты какие? Ну, опять, чтобы стать акционером, я говорю про порог входа, где нет, скажем так, рисков на уровне прямого владения, да, то есть чтобы мне стать напрямую акционером Сбербанка, мне в этом случае нужно там сколько? Полторы тысячи рублей. Ну, то есть я 50 тысяч рублей проинвестировал, да, 10 тысяч нужно на что-то сделать. Я часть акций продал, у меня высокая ликвидность, у меня низкие спреды, у меня быстрый, по щелчку пальца, выход из позиции и вход в позицию. Но выход с минусом. Вот что сейчас со Сбербанком последние там годы? Вопросов нет. И что с ним будет еще год? Вот я об этом и говорю. То есть, ну, понятно, что ты высаживаешь, понятно, что ты там диверсифицировал по грядочке разные виды растений условно, но вопрос как бы, это не ликвидно сейчас. То есть в твоем случае с акциями, она менее ликвидная, как моя, даже как мой объект недвижимости, потому что ты твои акции, ты можешь вот так вот продать, но ты их продашь сейчас с минусом. Я свой объект могу... Порога входа. Ты же не знаешь цену входа, по какой я покупал акции Сбербанка. Это другой вопрос. Если входили в 2020 году, возможно, с минусом. Если у меня покупки осуществлялись в 2008 году, ну, ты потерялся, ты недополучил прибыль. Почему? Все равно, как бы, ты, окей, ты зашел, может быть, и давно, у тебя акция выросла, и ты сейчас просела, и, как бы, ты сейчас, если продаешь, ты потерял много, ну, недополученной прибыли, так скажем. Окей, с момента входа твоего, может быть, ты и заработал, но тут надо считать. Если ты давно заходил, посмотреть, что с инфляцией было за это время, может быть, ты особо и не заработал, остался на том же уровне. Если мы говорим про эту грядочку, что же сделать? Как можно не охотиться за мамонтами, например, не использовать те же инструменты недвижимости, если мы понимаем, что целый год ничего не будет расти? Годик у нас урожай не будет сходить. Что делать? Это еще раз, это все равно, что, ну, опять, посадить плодовое дерево и ждать, чтобы у тебя на следующий год был урожай. То есть у меня есть клиенты, которые, опять-таки, покупают себе хоть землю в Крыму, сажают там миндальное дерево с высокой маржинальностью, но он понимает прекрасно, сажая сегодня и сейчас, что в следующие 4 года он не получит вообще ничего, вообще ничего. Но через 4 года у него будут плодоносящие деревья. Да, когда-то урожая будет меньше, когда-то будет больше. Но, опять-таки, когда мы говорим про различного рода акции, мы говорим о том, что есть там участок земли, на котором растет миндаль в Крыму, да, есть участок земли, на котором растет пшеница на Ставрополе, есть участок земли, на котором растет подсолнечник в Воронежской области, да. И поэтому, когда мы поговорим про ферму, вот эту, образную ферму, да, это не вот эта вот моя ферма, а я говорю, что у меня есть участок земли там, участок земли там, участок земли там. Потому что я покупаю, соответственно, акции и зарубежных компаний. Я покупаю акции российских компаний. Я сажусь в Яндекс.Такси, а мне водитель говорит, отмените заказ, потому что я плачу иначе комиссию 30%. Я говорю, дружище, я давайте лучше сверху оставлю чаевые, потому что я акционер Яндекса, и поэтому я сейчас обманываю. Я также заходил в этот бутик Эппла и спрашивал, как у них дела идут, потому что я акционер Эппл и переживал за то, что они плохо работают. Но это как бы лирика, так скажем, да? Давай вернемся к доходности. Согласен с тем, что ты говоришь. В плане долгосрочных инвестиций, используя инструменты фондового рынка. У меня тоже большой портфель в фонде, но это как бы долгий срок. Но я, например, сочетаю и фермерский подход, и подход охотника. Потому что ферма пусть растет, я знаю, что я посадил на 4 года. Но что мне делать сейчас, на что мне жить сейчас? Я не знаю, в чем твой основной заработок сейчас. Например, я активно живу на свои инвестиции, и мне важно иметь портфель, который генерирует активно прибыль, и такие спекулятивные сделки. Да, риск. Да, мне нужно как-то вставать, охотиться, но я осознанно эту инвестицию. Но риск, опять-таки, метафоричный риск заключается в том, что охота, она сопряжена с риском потери. И очень здорово, если есть диверсификация, и более половины активов находятся в фермерском направлении. Потому что если больше, ты несешь на себе очень высокий риск. Я сам это проходил в 2017 году, когда у меня была доходность на фондовом рынке, спекулятивные операции, производные ценные бумаги, то есть от 200 до 600 процентов в год прибыль. Все замечательно, все великолепно. Но это превратилось в игру минер. То есть в минере любого человека, кто играл в минер, заставив компьютер играть в сапер игру, он все время будет выигрывать, никогда не ошибется. Математически там все предельно просто. Но человек имеет свойство ошибаться. Одна ошибка у тебя все поле взорвалось. И у меня такая ошибка произошла. Я ее прошел, я ее пережил. Соответственно, я для себя сделал определенные выводы. И опять-таки я сейчас говорю о том, что охота связана с риском потери капитала. И если человек не понимает, где этот риск, для меня это вдвойне опасная ситуация, потому что если он не понимает, где риск, и у него нет плана B, то в этом случае он высоко рискует. И поэтому, когда у меня стоит вопрос спокойно заниматься возделыванием своего поля, которое долгосрочно будет увеличиваться, будет давать все больше и больше и больше урожая, создавая самовозрастающую прибавочную стоимость, и параллельно с этим рисковать жизнью, бегать на охоту, где просто элементарно промахнувшись, даже я буду из ружья стрелять по какому-нибудь льву промахнусь, и он меня загрызет, в моем уравнении, в моем уравнении, я не говорю, что это неправильно, я говорю, что в моем уравнении я убираю вот этот вот вариант. Я могу сходить на рыбалку, да? То есть я могу поспекулировать без плечей. Я не буду покупать, я вообще леверидж не буду использовать, потому что леверидж на моей практике с 2005 года, когда я находился в сфере инвестиций, я с разными людьми общался. Люди и водку просто делали, да? Люди минеральные удобрения производили. Имею 30% в месяц. 30% в месяц. Что вы мне можете предложить? Я говорю, я умываю руки, я ничего предложить не могу. Что касается цены на недвижимость, я считаю, что не только в России, но во всем мире в настоящий момент мы имеем значительное завышение цены на недвижимость обусловлено с моей точки зрения это тем, что у нас печатаются доллары, печатаются евро, печатаются юаня. То есть вообще ликвидности чрезмерно много. Мягкая денежно-кредитная политика привела к тому, что ликвидность денежная масса увеличилась. Денежная масса привела к тому, что цены на недвижимость выросли. В России дополнительным фактором роста цены на недвижимость являлась программа субсидирования ипотеки. В принципе, все, кто хотел купить по низким процентным ставкам, купили. Сейчас ставка центрального банка находится пока что не на таких значениях, которые были в период субсидированных процентов. Поэтому, что касается жилой недвижимости, то здесь у нас, я считаю, что рынок существенно перегрет. Есть такой показатель, что цена недвижимости должна составлять не более 2-3 годовых доходов семьи. На самом деле цена там завышена как минимум в 2 раза. Но она была еще завышена давно. То есть, если по такой логике считать, то мы никогда в этой формуле не двигались. Мы никогда в этой формуле не двигались. И опять-таки получается, что у людей не было альтернатив. Рынок разве слабо, депозиты, реальная доходность отрицательная. И получается, когда у людей росли доходы располагаемые, которые объяснялись благоприятной внешней конъюнктурой, то есть цены на сырьевые товары в России росли. Доходы у нас вроде бы как росли. При этом импортные товары стоили дешево. Получается, у нас росли располагаемые доходы. У людей альтернатив, куда принести эти деньги более или менее надежно защитить от инфляции, не было. Поэтому это приводило к росту цен на недвижимость. В итоге практика и история показывает, что рынок приходит к среднему значению. То есть, если где-то происходит дисбаланс, он все равно потом снижается к среднему значению. Поэтому я считаю, что в следующий год-полтора мы увидим падение цен на жилую недвижимость в пределах 20-30 процентов. Это минимум. Причем та тенденция, которая наблюдается в настоящий момент, убийственная, на мой взгляд, тенденция. Люди разочаровались на фондовом рынке. Они сейчас с убытками в 30-40-50 процентов продают акции, перекладываются в недвижимость. И еще в следующий год получат убыток к этой сумме, которой вложение еще порядка 30 процентов. А потом будут плакать, что государство нас не защищает. Валюта у нас там, центральный банк что-то там непонятное делает, что называется, учить им отчасть повышать и финансовую грамотность. Основная причина, почему цена на недвижимость упадет, цена на недвижимость по отношению к располагаемым доходам населения снизилась. Что может простимулировать? Два всплеска могут простимулировать. Первый всплеск может быть где-то сентябрь-октябрь, но я не думаю, что это будут существенные, потому что у нас высвободится значительная доля депозитов. И это на самом деле будет некая волновая история. То есть осенью может чуть-чуть приподняться или стабилизироваться падение, которое началось. Вот. Может быть небольшой отскок. И после этого, соответственно, завал. Завал достаточно существенный, там до 30% может состоять. Большинство людей-то вот на этом и попадаются. То есть когда люди попадаются, когда или растет, падает, все фиксируют убытки, да, или, допустим, падает, стабилизируется, все. О, все, дна не будет, все, ребята, бежим, покупаем, завтра будет только дороже. И все, попали, сидят там, как в 14-м году, 5-6 лет, пока там выйдут хотя бы в безубыток. И суть в том, что если ты даже собираешься на этом заработать, и ты это осознаешь, понимаешь, заходи через профессиональную команду. Минимизируя риски, чтобы это было вскладчено, чтобы была профессиональная управляющая компания. Может быть, может быть, окажется, все нормально, и пройдете по краешку этому самому. Таким образом, недвижимость будет падать на 30%. Все правильно говоришь, но не согласен с тобой, что в ближайшее время недвижка будет падать. Смотри, у меня есть ощущение, и, в принципе, то, что происходит сейчас на рынке, когда мы видим, что ставки по депозитам уже не дают такую сферу доходности, они уже сейчас заканчиваются. То есть, к концу лета уже вот эти вот все супермодные, классные, сладкие ставочки уходят, у людей высвобождается капитал. Фондовый рынок не дает доходность, которую давал в 20-м году, там, в 21-м году. Крипторынок, сейчас зима, холодная, неизвестно, насколько тоже она продлится. Кроссовки уже не ходятся, не зарабатываются деньги, потому что большое количество людей инвестировало в кроссовки Степан и так далее. За 2020 год население, на самом деле, немножко так по финансовой грамотности прокачалось, только с той позиции, что как бы деньги есть, зарабатываются, и какую-то часть денег надо откладывать и куда-то инвестировать. Они это усвоили. То есть, вот, бум на фонду дал свои результаты. И сейчас они понимают, что куда-то нужно вкладывать, и у них вопрос куда. Единственный вопрос сейчас, единственное направление, куда можно вложить для людей, то, что они видят в своем окружении, это недвижимость. Соответственно, государство будет поддерживать льготные ипотеки сейчас, потому что в целом у нас обстановка не самая спокойная, и для того, чтобы у людей было все хорошо по базовым потребностям, государство будет обеспечивать информационную какую-то дообстановочку, и будет давать возможность им приобретать недвижимость по хорошим условиям. То есть, я думаю, что здесь поддержка будет. Как я уже сказал, у людей высвобождаются деньги, они будут куда-то их нести, и скорее всего будут нести в недвижимость. Поэтому до нового года, до конца этого года, очень высока вероятность, что недвижка будет расти. В сегменте до 20 миллионов рублей, масс-маркет, то есть, ну, то есть, не средничок и не виповый какое-то направление, потому что у нас очень много богатых людей повыезжало. Но вот то, что до 20 миллионов, на это будет очень сильная прокачка и государство, и люди, в принципе, на этот человек смотрят. И вот в этом сегменте, я думаю, что мы как раз увидим рост. То есть, мы не увидим там трясти процентное падение, а будет рост. Но меня на самом деле это больше всего и смущает, что есть рынок профессионалов, есть рынок непрофессионалов. Да, и по коммерческой недвижимости это есть, и по жилой недвижимости это есть. И как раз то, что меня смущает больше всего, что у нас программа льготной ипотеки, она ограничена суммой, сколько можно получить. Ограниченный лимит, который субсидирует процентную ставку государства. То есть, это опять-таки получается диапазон до 10-15 миллионов. И то, что лично мне не нравится, это рынок непрофессионалов. И на рынке непрофессионалов очень сложно работать, потому что плохо считают, плохо оценивают собственную кредитоспособность, неправильно рассчитывают, да, декомпозируют свои прошлые доходы в будущие доходы, не понимая, как поменялась ситуация. И получается, что очень часто приходится видеть, что далеко ходить, да, я там вот был недавно, ехал через Воронеж, заезжал, где покупал машину. Человек продавал Егор Лендровер. В январе месяце у него пайплайн, 21 машина Лендроверов новых должна приехать. Он построил себе в голове, сколько получит денег, взял ипотеку, купил новую квартиру, все нравится, все хорошо, 8 миллионов. В апреле месяце звонит мне, даже вот мы с ним, когда виделись, он показывал, вот, говорит, вот, вот машины, которые шли, вот они все вычеркнуты. Ни одна машина не пришла, я ничего не продал, в итоге вынужден был остаться в новой квартире, в ипотеке, я потерял доход в два раза. И это получается вопрос финансовой грамотности, да, и таких, и риски в том, что, когда люди берут льготную ипотеку, они рассчитывают на определенный доход. И соответственно, доход может просто перестать быть. Так ты имеешь в виду риски самого человека, который не рассчитал? Риски, которые не рассчитал? Но на рынок это не поменяет никак. Еще раз, мы говорим про средний чек, который маленький. Маленький, потому что спрос в основном существует, то есть льготная ипотека привела к росту цен на жилье. Первичная недвижимость выросла в цене, а не вторичная недвижимость выросла в цене. То есть мы понимаем, что сейчас, в настоящий момент, на протяжении последних полутора лет, рост цены на недвижимость был обуспловлен льготными программами кредитования. Причем для людей, которые не очень хорошо считают, не очень качественно оценивают собственные кредитные риски. И в случае, когда эти риски не просчитаны, мы столкнемся с тем, что эти квартиры будут изыматься и эти квартиры будут продаваться. И это вопрос ловушки, в которую люди могут попасть непосредственно. И опять мы возвращаемся к вот этой истории фермера и охотника, извини, что так получается, да? Что можно ли здесь заработать? Да, краткосрочно заработать можно. Вопрос, ты для чего в принципе собираешься покупать квартиру? Если ты это покупаешь для себя, для меня все очень просто. Посмотри, сколько стоит недвижимость, посмотри годовую ставку аренды. Если этот показатель, вернее, ниже 15, покупай, не задумывайся с условием того, что ты говоришь, мне нравится регион, мне нравится место, мне нравится квартира, я согласен здесь жить 15 лет. Если этот показатель выше, от 15 до 20, посмотри очень внимательно, какими перспективами это обладает на уровне инфраструктуры. Строятся ли садики, строятся ли школы, строятся ли метро, да? То есть, что происходит с развязками? Если это больше 20-25, ты очень сильно рискуешь, парень, очень сильно рискуешь. Потому что ты находишься в толпе, а управлять движением толпы никому не под силу. То есть, если вот эта вот вся толпа, у которой снизятся располагаемые доходы, которые не смогут даже льготную ипотеку обслуживать, и начнутся изъятие, продажи этой недвижимости, это просто чем больше мы вырастем, тем больнее будем падать. Это как сжимающаяся пружина, когда располагаемые доходы. Ипотечный кризис в США, который был, примерно такая же история, когда просто в рынок начал просто сливаться большое количество объектов недвижимости, просто потому что население не могло его как бы обслужить, и тем самым рынок начал падать. То есть, начали диплетворить. Увеличивать продажи? У нас такое не может быть. Знаешь, почему? Потому что у нас 15-20% от объекта, первоначальный взнос. То есть, как бы вот, на самом деле, вот то, что делает там ЦБ, и то, что у нас происходит с недвижкой в России, очень плюс-минус как бы твердо, просто потому что высокий первоначальный взнос. Если даже человек не сможет обслужить, квартира идет по рыночной цене, не будет демпинговать, потому что банку достаточно этого взноса, чтобы покрыть свои какие-то там потери условные. Поэтому здесь, как бы, я не вижу риска того, что происходило в Америке, что у людей сейчас главное там переживание, что может быть такой же кризис у нас в стране, он у нас не может быть просто потому, что у нас не такие как бы ставки, как в США. Типа, у нас первоначальный взнос есть, там их вообще не было. Очень похоже на игру на понижение. У нас этого не может быть, потому что это не может быть вообще. Не-не-не, я объяснил почему. Просто потому что есть первоначальный взнос, который компенсирует все потери банка. То есть, банк просто продаст эту квартиру по рыночной цене. Продаст, но он ее изымет. Мы же говорим целом про рынок. То есть, мы говорим про рынок. Мы говорим про то, что большое количество населения, не рассчитав свою кредитоспособность, купило недвижимость в ипотеку. Если у человека выпадают располагаемые доходы, то есть, у него располагаемое количество денег, которое у него осталось после получения зарплаты. Зарплата на инфляцию не индексирована. Инфляция привела к росту продуктовой корзины процентов на 30-50. Вот тут получало ли 100 тысяч рублей, 200 тысяч рублей, из которых 100 тысяч была ипотека. На 100 тысяч жили. В итоге получается, что произошел перерасчет, жили на 100 тысяч, стали там 150 тысяч рублей тратить на еду. Осталось 50 тысяч рублей, а надо 100 тысяч на ипотеку. То есть, располагаемый доход уменьшился. И в этом случае получается, человек приходит в банк и говорит, я не могу платить. Банк говорит, забираем. Да, он будет продавать, но он будет продавать в рынок, а на рынке вот таких вот товарищей, которые, ну не ж могла я, толпа. И это просто элементарно законные спросы и предложения. Предложение есть, и оно начинает давить на цены. И у тебя снизу должен появиться покупатель, у которого есть деньги для того, чтобы это купить. А покупателей нет, потому что уже за год до этого все покупатели, кто хотел, воспользовался льготной ипотекой. Не факт. И тебе для того, чтобы здесь возник спрос, чтобы снизу начался покупатель, который будет поддерживать падающую цену на недвижимость, у тебя должен быть рост располагаемых доходов населения, чего пока что в ближайшее время не предвидится. И это основная угроза. Льготная ипотека еще на 1% снизит, и вопрос будет исчерпан. Появятся новые условные хомяки. Я понимаю, о чем ты говоришь. Этот риск есть. Но типа самый большой страшный риск может возникнуть только тогда, когда банки начнут сливать объекты недвижимости ниже рынка, просто потому что хоть как-то их надо продать. Опять же, я объяснил, почему такое не произойдет у нас. Почему? Ну потому что переначальный взнос люди внесли. Банки, понятно, что терять не могут. Банки выходят на рынок, выставляют на продажу. То есть банк не теряет, не демпингует, но он выставляет цену. И рыночная цена остается. Он оставляет по рыночной цене. И спрос всегда есть. То есть спрос на это есть. Отходы спроса. Потому что нет инструментов для инвестирования. Как мы уже сказали, высвободились депозиты в банках. Люди перестали верить фондовый рынок в крипту. Будут изыматься деньги. И куда они пойдут? Они пойдут недвижимость. Но нужно смотреть структуру депозитов. Это вот некое такое существенное заблуждение, когда люди говорят про депозиты, которые высвобождаются. Просто я сам работал в Сбербанке, Сбербанке первым. По центрально-черноземному региону было 92 сотрудников Сбербанка первого. Это 6 областей. При этом депозитная база составляла порядка 70%. 20-80. Принцип Паретто. 80% денег, высвободившихся депозитов, про которые мы говорим, принадлежит 20% людей. И здесь нужно понимать, что эти 20% людей, они финансово достаточно хорошо подкованы. И они сейчас обрели финансовых советников, которые им, в принципе, все это рассказывают, с которыми непосредственно общаются. Мы сейчас говорим про определенную толпу. И вот в этом... Но определенная толпа, которая является основным покупателем этих маленьких квартир, с ним... Они же депозиты вытаскивают? Они депозиты вытаскивают. Ну, во-первых, их не так много, хватит на первоначальный износ. Второе, ипотеку нужно обслуживать. Ну, в любом случае, понятно, что может население там падать в доходах и не смогут обслуживать, как ты говоришь, ипотечные плечи и так далее. Но в любом случае человек всегда где-то живет, всегда что-то арендует. Он не может жить, типа, я вчера арендовал квартиру за 30 тысяч, сегодня я живу в коробке, потому что потребительская корзина снизилась. Не будет такого. Человек такое существо, которое всегда находит базовые какие-то там, ну, базовые потребности, он свои закрывает. И он в любом случае их будет закрывать. Либо арендовывая у кого-то и выплачивая кому-то эти деньги, или в счет своей квартиры. Там, если, допустим, окей, что-то поменяется, продуктовые корзины и так далее, он может пересмотреть ипотеку свою. То есть, ну, по-любому, если будет задница на рынках, ипотечная, как ты говоришь, что все будут массовые, не смогут выплачивать свои обязательства, однозначно государство будет разрабатывать какие-то льготные новые вещи. И вот эта реструктуризация ипотек, мы это уже видели, как бы она будет еще одна. То есть человек, ну, мне кажется, что малая вероятность того, что он, типа, потеряет свой объект недвижимости, он все равно за него зацепится. И тут лишь вопрос, ты кому платишь? Типа себе в копилочку и потом остаешься, типа, с хата, если мы говорим про, там, для всех остальных людей покупать объект недвижимости, собственности или нет. Или ты выплачиваешь всю жизнь кому-то, как бы, да, эти деньги и капитализируешь чужой объект, а не свой. На рынке бюджетных квартир очень много дилетантов, которые не могут рассчитать собственную кредитовоспособность, и это риск. Это первое. Второй момент, когда мы говорим о депозитах, давай уж, если так, к ним вернемся. Вопрос вложения своих свободных денег, которые у тебя освобождаются после депозита, в один класс активов и вообще даже, когда мы говорим про класс активов, только в один объект недвижимости, это очень высокий риск, да, который ты не контролируешь, не управляешь, и с которым можешь столкнуться. Если у меня есть депозит, и в случае, опять-таки, когда мы говорим про аренду, если у меня есть депозит, как минимум, я могу для себя там на депозите зафиксировать доход на 7% и получать какой-то денежный поток. В случае, если я буду покупать ипотеку, да, то у меня эти деньги будут заморожены, я никакого потока получать не буду, я, наоборот, обязан буду банку платить. Здесь же я буду накапливать. И в этом случае плавучесть, ликвидность, операция, да, если у меня есть депозит, я могу купить недвижимость в Москве, да, и рассчитывать, что она еще подрастет. Мы же о чем говорим? Нас смотрит большое количество людей. И весь спор сводится к тому, что человек просто сидит, и у него один, блин, вопрос. Не покупать эту квартиру или нет? Я считаю, что сейчас недвижимость может быть, опять-таки, и замечательная книжка Насима Талиба «Черный лебедь». Потому что я помню себя примерно в твоем возрасте, когда я был директором тройки «Диалог» в Воронеже, ко мне приехал шеф. Мы пришли к очень состоятельному клиенту на диалог, и я вот прямо уверен, как ты мне сейчас рассказываешь, да, вот этого никогда не будет, вот это вот вырастет, вот это. Я не говорю, что ты сейчас что-то не так делаешь, некий такой совет, может быть, более, человека на 10 лет старше. Мне тогда как раз шеф был на 10 лет старше, и он тоже тогда сказал, Максим, ты прочитай книжку, я тебе очень советую. Насима Талиба «Черный лебедь». Когда ты говоришь, этого никогда не будет. Я не говорю. Я, по крайней мере, воспринял, что никогда цена на недвижимость не упадет, ну, не упадет ниже определенной планки. будет падение или там? Государство не позволит населению потерять деньги, если вдруг цена на недвижимость начнет падать. Государство себе позволило вообще, в принципе, отказаться от своих обязательств в 93-м и 98-м году. За 5 лет дважды это произошло, да, и поэтому, когда начинают рассчитывать на государство, я предпочитаю на него не рассчитывать. Я хочу резюмировать вот этот вот диалог, что в моей картине мира сейчас покупка недвижимости с целью на коротке сыграть. Ну, то есть, в инвестиционных целях просто, ребят, посмотрите, сколько вам нужно будет платить за обслуживание кредита, что вы прогнозируете с вашими доходами, это называется стресс-тест. Когда ты берешь и просто там строишь экселевскую табличку и говоришь, окей, цены через 2 года вырастут там в 2 раза, зарплата у меня вырастет только на 30%, я смогу этот кредит обслуживать? Если все нормально, все стабильно, проблем никаких нет, я детей еще планирую, я жениться планирую, то есть, нужно посмотреть на будущие потоки, как они соотносятся с твоим ежемесячным платежом. Что будет, если цена на недвижимость, на мою недвижимость, упадет на 30%, как в Америке, да? То есть, мы какую картину наблюдали? Да, понятно, сапрайм кредиты бахнулись. Но что произошло с надежными заемщиками? Когда цена на недвижимость упала на 40%, он покупал дом стоимостью 300 тысяч долларов и выплачивал за дом стоимостью 300 тысяч долларов кредит, а у него этот дом упал до 150 тысяч долларов. При этом он платит кредит за 300. Он говорит, ребят, да идите вы лесом, заберите его, он мне не нужен. Я не буду платить. Основная проблема заключается высокий порог входа, высокий риск. Второй, один объект недвижимости. Третий, ты остаешься наедине с собой и с рынком. И не просто с рынком, ты остаешься наедине с толпой, которая ничего не понимает. Ну, то есть, опять здесь можно ответить контраргументом, что я вот уперся, вот так вот произойдет. Но точно так же может прилететь черный лебедь, ситуация у нас быстро нормализуется, мы померяемся, санкции отменят, да, и будет у нас счастье и богатство. Может быть в Сочи, например. Был черный лебедь, который сейчас объекты стоят дороже, чем в Москве некоторые. И поэтому этого тоже откладывать нельзя. И здесь вопрос с минимизацией рисков. То есть, что бы я делал? В любом случае, если бы я инвестировал в недвижимость, я бы инвестировал, минимизируя порог входа, я бы инвестировал через профессиональную команду. Третий, это больше, наверное, development, как это называется, когда... Red development. Или red development, когда история связана с тем, что берется объект недвижимости, создается какая-то ценность и продается по более высокой цене. Или деление большого на малое. Ну, возможно. Ну, то есть... И диверсификация. То есть, я за диверсификацию, я не против недвижимости. Я за диверсификацию, а на рынке недвижимости мой взгляд состоит в том, что там очень много людей, которые подвержены эмоциям. Действия, которые предсказать, достаточно сложные. Мы можем только догадываться об этом. И поэтому, когда стоит вопрос инвестирования или для меня лично, то есть, я тоже уже сказал, что я инвестировал в недвижимость, но для меня это сельхоз земля, и у меня цена входа в два раза ниже ставки аренды. То есть, у меня арендная доходность 200% от цены входа. И поэтому, как бы, меня это не волнует. Если бы я рассматривал настоящий момент, наверное, я бы вот так смотрел. Придерживаясь одного простого правила, как бы не нравился актив, как бы там в нем не разбирался, сколько бы опыта не было, даже в самый классный актив, где ты руку готов отдать на осечение, что заработаешь деньги, не больше 15%. Это вот то правило, которое лично вынес я со своего опыта с 2005 года. Потому что у меня были и клиенты такие. У меня была своя собственная история, когда я в натуральный газ в Америке инвестировал. Когда я инвестировал в натуральный газ, там в два раза ниже себестоимости добычи этого натурального газа. Инвестировал с плечом, потому что был уверен, потому что понимал, что это носенс, что такого быть не может, что как минимум он должен стоить по себестоимости. Но рынок мне показал, я могу думать, что угодно и как угодно, но после этого цена упала еще в два раза. А с учетом того, что я инвестировал с плечом, один к двум, то, когда мне потери составили 80%, мне пришлось из этого выйти, чтобы не вылететь на margin call. Поэтому вот так я бы, наверное, резюмировал вопрос, связанный с тем, что делать с недвижимостью в настоящий момент. Я бы точно в этот путь в одиночку не отправлялся и не вкладывал бы более 15% в такие классы активов. Слушай, тебе тогда надо к нам в пул. Друзья, мы вас не призываем на самом деле каким-либо конкретным действием, решением. У нас тут диалог, аргументы за и против. Если вы за такой инструмент инвестиции в недвижимость, как redevelopment, как разделение на студии, как получение дохода на коротке, Артем рассказывает на своем канале более подробно об этом. Можете ссылочку оставим ниже, пройти по ней, подписаться, посмотреть. Там много ценной и полезной информации, которая касается инвестиций непосредственно в объекты недвижимости, как коммерческую, так и жилую. Да, загородская, апарт-отели, земли в том числе. У нас много интересных. А если у вас остались какие-то вопросы, обязательно пишите в комментариях, чье мнение для вас более интересно, чье мнение вы поддерживаете. Будет здорово, если это будет аргументировано. С удовольствием прочитаем комментарии и, может быть, встретимся еще раз. Артем, спасибо большое, что пришел, что изложил свои аргументы за и против инвестиций в недвижимость. Я думаю, очень интересный формат. Будем ждать еще. Да, Максим, спасибо. Мне было тоже очень приятно. Раз знакомства. Счастливо. Спасибо. Спасибо.